В молодежном центре прошло закрытие хоккейного сезона 2022-2023. Заслуженные награды получил хоккейный клуб «Саров». Саровчане завоевали серебряные медали чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги. Лидеры терпели поражение, новички срывали куш. Чемпионат региона среди студенческих команд в этом сезоне был динамичным, острым и непредсказуемым. Но кое-что все же осталось без изменений. Вот уже третий сезон команда «Саровского физтеха» показывает себя одной из сильнейших в регионе. Заслуженную награду «Серебряный кубок» команде вручили на сцене молодежного центра на закрытии хоккейного сезона 2022-2023. От себя хочу сказать, что наш хоккейный клуб очень молодой, всего 4 года. Но, тем не менее, ежегодно мы доказываем, что наши хоккеисты – студенты одни из самых лучших в области. Хочется пожелать им не останавливаться на достигнутом. Еще больше побед. Хочется поблагодарить за самообдачу, за каждую игру, за сезон. Это было очень красиво. Яркие, зрелищные, эмоциональные игры подарили горожанам наши хоккеисты в чемпионате в высшей лиге. На протяжении всего сезона команда сохраняла лидерские позиции. Совсем немного не хватило до заветного титула чемпиона области. Саровских хоккеистов в зал встречал бурными аплодисментами. Здесь чествовали и самых юных спортсменов. По традиции, каждый отличившийся воспитанник спортивной школы «Саров» получил сегодня свою награду. Хочется всех поздравить с завершением этого сезона, сказать огромное спасибо за то, что вы обучались в этом году, показывали свое упорство, свое желание, свое трудолюбие и добывали победы для школы и для города. Один из самых трогательных моментов завершения хоккейного сезона – прощание с выпускниками. За их плечами годы упорных тренировок, сокрушительных поражений и головокружительных побед. За их плечами маленькая жизнь под названием «Хоккей». Все прошло очень успешно. Мне все очень понравилось в хоккей. Все отлично. Спасибо тренеру, команде за знакомство с такими людьми, которые меня сейчас окружают. Было очень приятно играть в хоккей, учиться в этой школе. Всегда получали удовольствие даже от поражений. Все держалось всегда на дисциплине, на уважении друг к другу. У нас очень хорошие преподаватели-тренера. Они очень хорошо объясняют, подсказывают, помогут в трудную минуту. Всегда поддерживают нас в любой из трудных ситуаций. Еще одна добрая традиция хоккейного праздника – посвящение новичков. Выпускники вручили памятные сувениры малышам, которые только начинают свой путь к хоккейному Олимпу. Воспитанница Икара взяла серебро на всероссийских детско-юношеских соревнованиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Всего сборной области завоевала 57 медалей, став третьей в общекомандном зачете. Грациозный, утонченный и технически сложный стиль «Батерфляй» – любимый стиль воспитанницы спортивной школы Икар Марии Гусаковой. На его освоение ушли долгие часы тренировок. Занимается в «Дельфине Мария» пять дней в неделю, в среднем по полтора часа. Такой ритм выматывает неподготовленного человека. Для спортсмена занятие только в удовольствии, признается девушка. Каждая тренировка, она разная. Но, наверное, самое обычное – это когда сначала перед тем, как зайти в воду, ты разминаешься на суше, потом заходим в воду, кладем какую-то разминку, это примерно 400 метров, потом, возможно, что-то на время можно поклавать, какие-то стумбочки, старты поделать, повороты. Неоднократно Мария становилась героем наших репортажей. За спиной юной спортсменки десятки побед на престижных соревнованиях. В конце мая она успешно выступила на всероссийских детско-юношеских соревнованиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Держинске. В составе сборной Нижегородской области Саровченка заняла второе место на дистанции 50 метров брас. Всего сборная области завоевала 57 медалей. Из них 24 золотых, 21 серебряная, 12 бронзовых, став третий в общекомандном зачете. Самым сложным, наверное, было 100 метров на спине, а самым простым – 50 бутерфляй и 50 вольностей. Мне понравилась атмосфера и свои результаты, которые я показала на соревнованиях, общение с новыми людьми и радоваться других людей за их достигнутые результаты. Поздравляем Марию с заслуженной наградой и желаем ей покорения новых спортивных высот. В Сарове состоялся финал третьего спортивного чемпионата по футболу «5 плюс» в рамках проекта «Школа Росатома». Мероприятие прошло в спортивной школе «Икар». На футбольном поле соревновались юные спортсмены из 6, 9, 16 и 35 детских садов. Звучные кричалки, яркие плакаты, шумовые аксессуары. На импровизированной трибуне болельщиков царит своя неповторимая атмосфера. Малыши пришли поддержать свои футбольные команды. В отборочном туре третьего спортивного чемпионата проекта «Школа Росатома» по футболу «5 плюс» приняло участие 11 команд детских садов Сарова. Юные футболисты показали настоящее мастерство владения мячом. Уровень игр показал, что к соревнованию готовились долго и упорно. Мне больше всего понравились тренировки, как нужно сильно пинать. Я был защитником, и мне надо было пинать очень сильно, чтобы не попало мяч. Я защищал жену. Спортивный чемпионат проходил в Сарове в несколько этапов. Команды играли по круговой системе. Товарищеские встречи определили финалистов. Команды 16-го, 35-го и 9-го детского садов, которые разыграли титул чемпиона на Икаре 1 июня. Чтобы победить, нужно болеть. Еще можно делать, когда ты стоишь у ворота, другой человек. Это с воротами надо, ему ждать пас, и он ворота забьет. Боролись до последнего. Каждая команда-финалист пришла сегодня за победой, и отдавать ее сопернику была не намерена. В последнем матче титул чемпиона города забрала команда детского сада номер 16. Серебро завоевал 9-й детский сад, а бронзовый кубок вручили 35-му. Вот Рома у нас самый лучший вратарь. Глеб нападающий, я нападающий. Вот Илюха у нас защитник, Вера запасной. И вот мы самая лучшая команда. Мы еще в одном соревновании победили тоже. Теперь юным футболистам предстоит отстаивать честь Сарова среди других атомных городов. Проект «Дворовая практика» стартовал в Сарове. Все лето в старом и новом районах города будут работать игровые площадки для детей и молодежи. Ребят ждут игры, конкурсы и квесты, акции, спортивные чемпионаты. Традиционно в конце мая Центр внешкольной работы запускает проект «Дворовая практика». На ней дети могут поучаствовать в различных конкурсах и играх. Свои двери уже открыли площадки на Силкиной и Московской. Последней стартовала «Дворовая практика» на Казамазово. Сегодня праздник наш, сегодня праздник мой, сегодня будем веселиться с тобой. Встречали ребята ростовые куклы, с которыми дети радостно фотографировались. Все желающие смогли проверить свою ловкость. Перетягивали канат, отгадывали загадки, играли в игры, рисовали мелом на асфальте летние картинки. Мне нравится то, что все организовано, есть игры, развлечения, программа интересная, и песни, и танцы. Мне понравилось рисовать мелками, перетягивать канаты. Мне понравилось играть. На протяжении всего праздника ребят сопровождали клоуны «Бантик» и «Фанта». В роли вжились воспитанницы Центра внешкольной работы. Каждый год девушки помогают педагогам организовывать и проводить дворовые практики. По их словам, здесь дети могут подчеркнуть для себя что-то новое и интересное. Если делать нечего, можно прийти спокойно сюда, поиграть, поучаствовать в разных мероприятиях, узнать чего-то большее и просто развить свой ум. Дворовая практика на Казамазово-10 будет работать с понедельника по пятницу с 15 до 19 часов. К участию приглашают всех желающих, независимо от возраста. В этом году площадка нацелена на спортивные игры и междворовые чемпионаты по уличным видам спорта. Казахстан